Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире национального телевидения «Чувашия» программа «Спортивные надежды». И сегодня мы поговорим о легкой атлетике. Вся Россия в ожидании Олимпийских игр, причем интерес к ним проявляют люди всех возрастов, включая и самых маленьких. Даже дошколята будут болеть за сборную России на главных стартах четырехлетия. Сборная Россия самая хорошая в мире на Олимпийских играх. Желаем удачи, победы и хорошего настроения. Теперь об Олимпийских играх юные болельщики знают не понаслышке. В столице республики на базе одного из детских садов организовали Малую Олимпиаду, где участниками были сами ребята. Немного фантазии, смекалки, труда и перед нами торжественная церемония открытия игр. Организаторы постарались воплотить основные традиционные ритуалы этих стартов. На малых летних Олимпийских играх все как у взрослых. Торжественная речь, поднятие флага и Олимпийская клятва. Будем участвовать в этих играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся в истинно спортивном духе. В честь своих команд. В городе зарождаются добрые традиции. В этом году мы третий раз провели парад дошколят. И вот новая вот такая идея и воплощение этой идеи проводим малые Олимпийские игры дошкольников, посвященные Олимпийским играм в Рио и поддержка наших олимпийцев. Несмотря на то, что соревнования детские, настроены были юные участники и их болельщики очень серьезно. Малые Олимпийские игры включали бег на 30 метров, теннис, прыжки в длину, эстафету и футбол. На самом деле наша надежда, надежда Чувашии, надежда России, это именно в таких детях, которые сегодня приобщаются к физкультуре и спорту. Может быть, не все будут чемпионами, самое главное, они будут здоровыми людьми, людьми, которые будут гордиться нашей Чувашии и нашей России. Маленький Герман увлекается спортивной гимнастикой, но ему интересны и другие виды спорта. Можно защититься от борьбы, от преступников, когда будут нападать. И когда вырастет, кто-то может на твою девушку нападать, а ты не сможешь. А этот спорт тебе поможет во всем. И еще я всегда мечтала стать тренером. Я буду всех детей, которые беспомощны, я буду их всегда тренировать. И когда записутся они, тогда я буду тренировать. Безусловно, в подобных соревнованиях победила дружба. Малые Олимпийские игры будут проходить в Чубаксарах два раза в год, зимой и летом. Так что у ребят еще есть время, чтобы достойно подготовиться к ним. Многие успехи чувашского спорта связаны с легкой атлетикой. Именно представители королевы спорта принесли республике больше всего олимпийских медалей. И это неудивительно. На сегодня этот вид спорта в республике является лидером по количеству занимающихся. В Чубашии 29 отделений легкой атлетики, в которых тренируются более 4,5 тысяч воспитанников. Одной из кузниц легкоатлетов является Чубаксарская детско-юношеская спортивная школа «Энергия». Все началось с того, что смотрел Олимпийские игры и увидел, как наша сборная с таким успехом занимала первые места, призовые места. И как им все аплодировали, как они радовались. Мне сразу взялась за гордость своей страны и решила тоже попробовать себя в этом виде спорта. Поначалу было тяжело. Поначалу у нас было тоже много друзей, с кем начинали заниматься. Ноги отсеялись. Но потом как-то прижилось, понравилось и уже просто без этого себя представить не можешь. Я по телевизору увидела, мне заинтересовалось. Ну и потом физрук меня уже отправил сюда и мне стало интересно. Заинтересовать ребят удалось Алексею Александрову. Под его руководством ребята занимаются пять раз в неделю по два часа. Его воспитанники уже чемпионы Чувашии, Приволжского федерального округа и России. Тренер у нас такой довольно-таки справедливый и жесткий человек. Он очень редко хвалит. Он все время составляет идти вперед, завоевывать, не завоевывать, только выигрывать. И за всю свою карьеру в спорте, я помню, как один раз только меня тренер похвалил, потому что Рома, ты на самом деле молодец. У каждого спортсмена есть свои как бы перспективные планы. Например, молодые, которые пришли, хотят, например, достигнуть тех результатов, например, для начала выполнить определенные юношеские разряды. А когда уже выполняют они юношеские разряды, смотрят, говорят, я могу еще выше подняться, например, выполнить норматив мастера спорта. Например, участвовать в всероссийских соревнованиях. Не только у них там маленькие цели, иногда бывает, например, некоторые хотят уже стать олимпийскими чемпионами. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. И плохо тот спортсмен, который не мечтает об олимпийских играх. Конечно же, хотелось бы побольше вставать в спорте, достичь олимпийских медалей, побед. Но жизнь покажет, будем стремиться, будем стараться. Но сейчас вот в сентябре месяце, в конце сентября, я хочу уже исключительно для себя просто. У меня цель такая – пробежать марафон в Москве. Вот, думаю, попробовать себя в марафоне, ну, уже для участия. А потом же, непосредственно, опять же, так же тренироваться, достигать определенных высот в спорте и в жизни. Хочу стать чемпионом России и больше. Надеюсь, в 20-м году будут олимпийские игры в Токио. Надеюсь, поеду. Заниматься легкой атлетикой может практически каждый. Здесь активно тренируется воспитанник столичной адаптивной школы. Действующий чемпион России по спорту слепых в тройном прыжке – Константин Андреев. Сейчас ему 18, и он мечтает об успешной спортивной карьере. Планирую сейчас закончить техникум, и там полностью податься в спорт, чтобы не начать не отвлекаться, и только целомедельно заниматься спортом. Просто, ну, выступать на Евро, Мира, и там уже докатить до Паралимпиады. Путь к Олимпиаде – это тысячи, а то и миллионы часов упорных тренировок, огромное количество отборов и большая ответственность за свою страну. Все это ребята прекрасно понимают. Они сделали свой выбор, как его сделали участники прошедшего в Чубаксарах чемпионата России по легкой атлетике. Около 800 сильнейших представителей российской королевы спорта, вопреки обстоятельствам, откровенному давлению и прессингу, хладнокровно подошли к соревнованиям, достойно выступили и воодушевили тем самым многих молодых спортсменов. Я присутствовал на всех днях данного чемпионата. Мне кажется, что очень интересно, это смотрел довольно очень с большими эмоциями и чувствами, особенно как прыгала наша олимпийская чемпионка, рекордсменка мира Елена Синбаева. Конечно же, меня тронул очень забег на 800 метров, так это моя коронная дистанция. Как раз мой вид был 400, я смотрел, переживал, смотрел, кто выиграл там, очень радовался за них. По времени все сравнивал, по технике, по времени. Смотрел на их, как они бегают, искал недочетов в себе тоже, и пытаюсь этого достичь, как у них, исправить. Я была волонтером на чемпионате России по легкой атлетике, была на корзинках, и там мы видели много спортсменов. Мне больше всего понравились прыжки в высоту в шестом, где прыгала Елена Синбаева. Мне удалось взять у нее автограф. Чемпионат был одним из самых ожидаемых спортивных событий лета, и ожидания он оправдал. Чувашеская земля приняла огромное количество звезд российской легкой атлетики. Действующий чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков, безусловно, один из главных претендентов на олимпийское золото. На чебоксарском старте он в очередной раз подтвердил это, показав лучший результат соревнований 13,2 секунды. В 1984 году его мама не смогла принять участие в Олимпиаде в Лос-Анджелесе, которую тогда бойкотировал СССР. Сына, казалось бы, ждала похожая история. Я удивлен, как может такое огромное количество событий вложиться в три дня, и два из которых выходные. Вот это же самое удивительное. Ну, конечно, много всего, много всего передумал, много всего хотел сказать на этот счет, но я так понимаю, это все было, сейчас уже ничего не важно. Ну и, конечно, настроение это повлияло. Вот, конечно, хорошо, что СССР все-таки оставляет. Хотя, конечно, там очень много условий выставлено, я так понимаю, но я надеюсь, что уж я этим условиям буду соответствовать. Особое внимание зрителей было приковано к сектору прыжков с шестом. Здесь после практически трехлетнего перерыва на старт вышла Елена Ясенбаева, чтобы победить, выступить на Олимпийских играх в Рио и на этом завершить свою спортивную карьеру. В Чебоксарах она еще раз доказала, что бороться нужно до победного. С первой же попытки ей удалось преодолеть планку на высоте 4 метра 60 сантиметров, далее 4,70-4,80. Заветная же победная высота 4 метра 90 сантиметров далась Елене с третьей попытки. Олимпийская хватка помогла спортсменке завершить выступление с лучшим результатом не только на чемпионате России, но и в сезоне. Ну что я должна сказать? Главное, чему мы все дружно должны быть рады, это то, что Елена Ясенбаева прыгнула в лучший результат сезона в мире. Поэтому шлю огромный привет своим соперницам из России. Я безумно счастлива, что вернулась на тот уровень, с которым ушла в декрет. В сопротивление Елене Ясенбаевой оказала представительница Москвы и Чувашии Анжелика Сидорова. Спортсменке удалось поставить новый личный рекорд. 4 метра 80 сантиметров в помещении, сменили 4 метра 85 сантиметров на стадионе. Но мы настраивались все равно по полной сдаваться, мы не собирались, мы думали бороться в любом случае. После окончания соревнований в секторе прыжков с шестом на трибунах прозвучал гимн России в исполнении зрителей. Так болельщики выразили свою поддержку в адрес спортсменов. Славься Отечество наше свободное! Сегодня просто сногсшибательная поддержка зрителей. И мы сегодня, конечно, были ошелуплены, как зрители начали пить гимн России. Это, безусловно, ну, знаете, как такой некий бальзам на душу для спортсменов, для тренеров. Это просто я с огромной благодарностью хочу обратиться к зрителям, что они пришли и болеют за нас на этом чемпионате. Я помню, как еще год назад мы здесь, когда выиграли командный чемпионат Европы, была тоже сногсшибательная поддержка. Но сейчас сложившаяся ситуация, ну, в такой сложной для нас ситуации, поддержка очень важная, огромное спасибо всем вам. По итогам чемпионата России на счету спортсменов Чувашии одно золото, которое принесла команде-копьеметательница Вера Ребрик, одно серебро от Анжелики Сидоровой и три бронзы, завоеванные в беге на длинные дистанции, Еленой Наговицыной, Екатериной Ишовой и Владимиром Поповым. Безусловно, чемпионат России стал очень показательным. Вся страна увидела, как надо бороться и побеждать. Именно в таких условиях формируется характер. И очень хорошо, что все это происходило на глазах у молодых людей, выбравших спортивный и легкоатлетический путь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин